Валерий Петгурский, которому за тройное убийство грозит пожизненный срок, услышит приговор нескоро. Дело Буденновского стрелка затягивается. У нас до сих пор не сформирована коллегия присяжных. Проверка после долгих праздников. В столице Хакассии прошел рейд по неблагополучным семьям. В составе спецкомиссии, соцработники и пожарные. Следите за печным отоплением, за электропроводкой и следите за этим, не так как у вас печь находится открытая, металлическая, она нагревается. Валерий Петгурский, известный в Хакассии как Буденновский стрелок, вряд ли будет приговорен в ближайшее время. Судебный процесс под угрозой серьезного затягивания. Подозреваемый в тройном убийстве потребовал участия присяжных. На этом и споткнулось разбирательство. Жители Хакассии отказываются участвовать в громком процессе. Рассказывает Ольга Камзалакова. Буденновским стрелком Валерия Петгурского в народе прозвали после того, как в декабре 2016 года в деревне Буденнов Кобейского района он в упор расстрелял тещу и тестья. Хотел расправиться и с женой, которая накануне написала на него заявление в полицию о побоях. Карабин отнял у родного дяди, избив до смерти. Затем бросился в бега. Недалеко от населенного пункта Красный Камень сотрудники полиции обратили внимание на то, что вдоль дороги, но недалеко от дороги движется человек. Завидев автомобиль патрульный, человек начал убегать. После непродолжительной погони сотрудники полиции задержали. Убегавший оказался Валерием Петгурским. Еще тогда сельчане говорили, Петгурский стал вести себя странно после того, как пришел из армии. Нигде не работал, часто выпивал. На фотографиях в соцсетях бесконечные застолья. То, что Петгурский время от времени поколачивал жену, знали все соседи. Они обращались буквально за два дня, что зять начал угрожать, что он подожгет, что там поубивает сюда-сюда. Я вас сожгу и убью всех. Она говорит, я два заявления написала. У меня, говорит, все дрожит. Я никогда в жизни его таким жестоким не видела. Своей вины буденовский стрелок так и не признал. Более того, пару месяцев назад просил отпустить его под домашний арест. Не делать этого суде умоляла его бывшая жена. Женщина до сих пор боится Петгурского. Может прийти и просто забрать жизни людей. Поэтому пожизненно. Надо будет, я подойду до президента. За убийство двух и более лиц, хищение огнестрельного оружия и угон автомобиля Валерию Петгурскому действительно грозит пожизненный срок. Расследование уголовного дела завершено и передано в суд. Но уже первое заседание оказалось под угрозой срыва. Петгурский изъявил желание, чтобы его дело рассматривал суд присяжных. Но люди отказываются участвовать в этом громком процессе. Буквально на днях у нас должно состояться судебное заседание. Но у нас до сих пор не сформирована коллегия присяжных. Потому что люди не хотят к нам идти. Из 400 приглашенных кандидатов всего 4 человека согласились судить Буденновского стрелка. Чтобы процесс состоялся, нужно найти еще 10 присяжных. Я бы просто хотел обратиться к нашим гражданам, состоящим в списках присяжных заседателей, не уклоняться от учитывания правосудия. Это очень серьезная, по сути дела, и обязанность наших граждан. За участие в процессе суд обещает присяжным неплохую денежную премию. Кроме того, гарантирует безопасность в случае угроз со стороны подсудимого. Первое заседание по делу Петгурского назначено на следующий вторник. Ольга Камзылакова, Павел Коржов, РТС. Порадует ли Хакасия своими товарами вьетнамцев? Это зависит от наших предпринимателей. Республиканских бизнесменов приглашают в Новосибирск на выставку «Вьетнам. Экспо Сибирь». Время подумать есть. Мероприятие проводится в конце мая. Инициаторы уверяют, форуму откроют широкие возможности для предпринимателей обеих стран, отношения которых крепнут с каждым годом. В перспективе взаимная торговля и новые инвестиционные проекты. Тем более, что следующий год станет годом России во Вьетнаме. И наоборот. Контакты организаторов опубликованы на сайте РТС в разделе «Экономика». Выдача водительских удостоверений и замена паспортов. Не так давно многофункциональным центрам Хакасии добавили работы. Впрочем, объемный список услуг будет расширяться и дальше. Недаром эксперты называют МФЦ одним из самых успешных проектов современной России. Его востребованность только растет. В этом убедилась Катерина Ирушина. До 30 услуг в день приходится на одного специалиста в Абаканском филиале МФЦ. Как он здесь 40, поэтому набирается в среднем порядка тысяч заявлений. Для более оперативной работы, чтобы принять как можно больше клиентов, в центре стараются соблюдать определенный временной режим. 15 минут на обслуживание одного человека. Удобство граждан находится на контроле федерального уровня. О необходимости ускорить сроки приема заявлений, расширив при этом перечень услуг. Говорил на совещании по исполнению майских указов президент России. Они сегодня должны предоставлять не менее 15 федеральных услуг, в том числе по оформлению прав на недвижимое имущество и сделок с ними. По обмену и выдаче паспортов, по регистрации юридических лиц возможность пользоваться МФЦ должны получить не менее 90% граждан страны. За три года с момента открытия в списке государственных услуг МФЦ в Хакасии больше 900 пунктов. В прошлом году добавились обмены выдачи паспортов, водительских удостоверений. 2017 год для нашего многофункционального центра, мои документы, был очень продуктивным. В части предоставления государственных услуг переданы нам органами Министерства внутренних дел. Паспортов граждан РФ было выдано более 4 тысяч. И водительских удостоверений было выдано более 3,5 тысяч. Заявители тоже отмечают широкие возможности многофункционального центра. Саркок заменить, паспорт заменить. А почему именно сюда выбрали? Уважаемый клиент номер 926. На район далеко, ездите, поэтому сюда ближе. Не знаю, что оформлять. Помогут мне открыть личный кабинет на сайте госуслуг. Очень удобно здесь регистрацию проводить, имущество и выписки получать, кадастровая стоимость. А мы с Мадонной со своей уже и дачу приватизировали. И гараж приватизировали, здесь мне нравится. Кстати, в ближайшее время список госуслуг МФЦ вновь пополнится. Это замена за гран-паспортов нового образца и выдача свидетельства о смерти. А с 31 января специалисты начнут принимать заявления от избирателей, желающих голосовать без открепительного удостоверения. 18 марта на выборах главы государства. Петерина Ирушина, Александр Сердюк, РТС. Полиция просит зрителей РТС помочь в розыске жителей Абакана. 9 января в районе дачного общества «Изумруд» ушел из дома и не вернулся Тазмин Александр Дмитриевич. Особая примета – родимое пятно возле правого глаза. Рост примерно 165 сантиметров. Все, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, могут позвонить по телефону, указанному на экране. Как прошли новогодние праздники у нерадивых родителей? Все ли дети вышли на учебу после каникул? В столице Хакассии провели рейд по неблагополучным семьям. В составе специальной комиссии работники соцзащиты и пожарные. Район Западный, 15 семей стоят на учете как неблагополучные. Практически во всех маленькие дети. Поэтому поведение этих родителей на особом контроле органов профилактики. Назорники интересуются, как прошли новогодние каникулы, смотрят условия проживания, в каком состоянии находятся дети. К примеру, к этой семье замечаний нет. Маму застали дома за уборкой. Вам в школе рассказывали про телефон доверия? Если что, вдруг что-то случается или нужно с кем-то поговорить, нам хороший телефон доверия, если что, он бесплатный. А по этому адресу претензии нашли. Запах дыма с порога насторожил надзорников. Хозяева объясняют, они только затопили печку. Пожарный инспектор советует немедленно разобраться с отоплением. Халатность может привести к серьезной трагедии. Тем более, что в доме проживают дети. Дети к печке не подходят, не подходят к газу воспитания. Вот у нас сейчас, буквально час назад мы потушили дом. Причина банальная. Оставили золу на деревянном полу. У нас золы нет на деревянном полу. Я с вами спорить не буду. Я просто хочу вас обезопасить. Будьте осторожны, следите за печным отоплением, за электропроводкой. На каждую семью составляется характеристика. Если позитивные перемены налицо, специалисты будут ходатайствовать о снятии родителей с учета. Мамам и папам раздавали памятки и даже дарили подарки. Староста района Западный уверена, такие семьи нужно поддерживать. Только тогда они смогут встать на правильный путь. Они идут на контакт. У нас установили с ними доверительные отношения. Потому что нельзя вообще любого человека нагнобить постоянно, ругать за что-то. Нужно оказывать сочувствие, оказывать поддержку. Что мы и делаем. Ольга Камзылакова, Павел Коржов, РТС. В Хакасии начались выплаты региональным льготникам. Минсоцзащиты направила больше 60 миллионов рублей в городские и районные управления. Средства предназначены для частичного погашения задолженности по выплате субсидий и компенсации за услуги ЖКХ. Полностью погашены долги за прошлый год перед инвалидами и участниками Великой Отечественной войны. Сельскими медработниками. Также многодетным малообеспеченным семьям произведена выплата на третьего и последующего ребенка за декабрь. Решаются финансовые вопросы в отношении малых сел Хакасии. Они получат в этом году 30 миллионов рублей. Больше всего субсидий из республиканского бюджета получит Багратский район 3 миллиона рублей. Чуть поменьше направят в Бейский, Устебаканский и Аскизский районы. Для остальных территорий предусмотрены суммы от 600 до 1,5 миллионов рублей. Деньги пойдут на социальное развитие, благоустройство, ремонт зданий, развитие потребкооперации. Крещенские морозы устроят в Хакасии настоящий ледяной экзамен. На завтра штормовой предупреждение. В выходные ударят сильные морозы местами до минус 37. По России гуляет арктический холод. На Таймыре минус 40, в Магаданской области зафиксировали почти минус 55 градусов, в Якутии минус 65. Местные жители не унывают и демонстрируют в соцсетях, на какие подвиги готовы в самые лютые морозы. В Хакасии ветрено, но пока относительно тепло. Синоптики прогнозируют похолодание. В среду ветер усилится до штормового, местами до 27 метров в секунду. 19 января он поменяет направление и стихнет. Установится антициклон. К нам зайдет очень такой мощный заток холода, в связи с чем на всей территории республики похолодает. Ночные температуры будут находиться в пределах 30-35 градусов. Дневные температуры 20-25, там где 30-35, и 15-20, там где будет 20-25 температура ночью. Республиканские муниципальные экстренные службы на ЧКО МЧС следит за обстановкой. И все же сибиряков зимой морозами не испугаешь. Жители Абакана с охотой поделились советами, как можно с пользой провести морозные выходные. Я вообще-то живу в Бидже, мы любим такую погоду, очень-очень. У нас там так катаются, такая горка. Дома, под пледом, с чашкой чая, ну и разговоры, естественно, беседы какие-нибудь. Нормально, конечно, в Сибири же живем. Ходить на каток, кататься, заниматься спортом, ну, зайти в кафе, попить чай горячий. Не в восторге, но это зима. Морозы, если кто слишком теплолюбивый, значит, дома за какими-то играми или за рукоделием, может быть. Ну, а если кто морозов не боится, одеваться потеплее на горке. Синоптики также настроены оптимистично. Морозы в Хакасии ожидаются крепкие, но не слишком долгие. Ольга Барловская, Антон Михайлов, РТС. Тем временем в республике подготовлены специальные места для крещенских купаний. Сотрудники МЧС обследовали на безопасность 18 участков на водоемах республики. При их выборе учитывались мнения священнослужителей и инспекторов ГИМС. Во время обрядовых мероприятий будут дежурить спасатели, полицейские и медработники. При необходимости развернут пункты обогрева. В Абакане крещенские купания пройдут на дренажном канале зоны отдыха и в районе речвокзала. Перечень мест по другим городам и районам опубликован на сайте РТС в разделе «Общество». Бережливая поликлиника – пилотный для Хакасии проект. Он предусматривает в том числе современное обустройство больниц. Сегодня Минздрав модернизирует регистратуру главной поликлиники нашего региона. Как перемены повысили качество, сегодня проверили министр Владимир Костюши, замглавы республики Ирина Смолина. Визитная карточка любой больницы – регистратура. Ее ремонт в республиканской поликлинике занял почти год. Обновление коснулось и взрослого, и детского отделений. Освежили полы и потолки – гардеробную. Первыми эти старания оценили пациенты. Очень хорошо, красиво, более современно. Главное, чтобы лечили, хорошо и все. Я каждый месяц к эндокринологу приезжаю, наблюдаю все. Все мне нравится здесь, приятно даже. Изменения не только внешние. К примеру, обновилась техника, а это как минимум помогает сокращать очереди. Жительница Абакана Нелли Квашнина в республиканской поликлинике бывает нередко. И способна, как никто другой, ощутить разницу между как было и как стало. В чем удобство? Потому что вот мне назначили, допустим, на узе Щитовидки. Я вчера к часу пришла и сразу прошла. Никаких очередей, ничего нет. Постоянно вежливая, постоянно всегда положительно все это. Конечно, эстетика, конечно. Очень красиво все. Мощность поликлиники 750 посещений в смену, но и где-то больше 70% идет сейчас по предварительной записи, по электронной. Поэтому пациент с электронным направлением, минуя регистратуру, обращается сразу напрямую в кабинет. Теперь в регистратуре предлагают померить давление и температуру. Пациенты могут делать это самостоятельно. Работа над улучшением качества обслуживания продолжается. Предстоит организация колл-центра. Будет единый номер, по которому можно позвонить и решить все вопросы. То есть это тоже будет более обеспечена, доступная помощь на уровне республиканской поликлиники. В планах сменить дизайн кабинетов всей поликлиники. Это поможет организовать удобное пространство для врачей и лечащихся. Подобная модернизация проходит и в других республиканских медучреждениях. К примеру, на сегодня реконструкция регистратур уже закончена в Абаканской межрайонной клинической больнице и Республиканском клиническом центре медреабилитации. Татьяна Лукут, Станислав Колченаев, РТС. Как можно раньше. Уже сейчас школа Абакана готовится записывать детей в первые классы. Списки начнут заполнять 27 января. В этом году в столице республики ожидается примерно на 200 первоклассников больше, чем в прошлом. Это около 3000 ребят. Территории закрепляются за школами по принципу доступности. Учитывается безопасность движения детей. Количество первых классов в разных школах от 3 до 7. Это зависит от соответствия учреждения санитарным нормам. Вместо музейных экспонатов тысячи книг и детский смех. Сразу две библиотеки разместились в прежнем здании Краеведческого музея в Абакане. Сегодня в гостях у новоселов побывали наши корреспонденты. Снеговика слепили, пошли за вареньем в кладовку. Второклассник Руслан Кежватов точно знает, где можно весело и с пользой провести время после уроков. Школьник завсегдатой детской республиканской библиотеки. Мальчик гордо признается, к своим 8 годам прочитал больше сотни книг. Я научился читать в 4 года. А хожу в библиотеку, мама с папой меня записали в 5 лет. Я читаю много книжек. В начале декабря главная детская библиотека Хакасии переехала в просторное помещение прежнего Краеведческого музея. Замечания в духе соблюдать и тишину здесь не услышишь. Игровые площадки, тысяча интересных книг в красочных обложках. Местным хранителям знаний скучать не приходится. Утром приходят ребята, которые учатся со второй смены. А после обеда школьники, отучившиеся с утра. Книги я сюда беру часто. Когда нам задают читать в школе, вот 10-я школа рядом, нам задают, мы берем здесь книжки. Мне нравится фантастика. Очень живописные книжки. Иногда страшилки. Я люблю побояться. У юных читателей глаза разбегаются. Нетленная классика, современные детские взрослые авторы, газеты и журналы. А для библиотекарей главная радость в том, что практически весь многотысячный фонд теперь хранится на открытых стеллажах. Конечно, мы его под себя немножко до сих пор еще переделаем. То есть это, конечно, прежде всего оформление. То есть это выставки, это какие-то всевозможные фото-выставки, панно такие для наших читателей. В общем, мы стараемся для них ту же среду создать, которая была у нас в прежнем помещении. Конечно, мы еще пока только в самом-самом начале. То есть задумок, конечно, очень много. И времени для воплощения, конечно, тоже, будем надеяться, будет очень много. На бывших просторах Краевеческого музея нашлось место и Республиканской библиотеки для слепых. На данный момент завершается ремонт. Впрочем, любители литературы принимают уже сейчас. Прежнее помещение было не больше трехкомнатной квартиры. А сюда поместился обширный книжный фонд. Помещение светлое, хорошее. И, ну, конечно, благодарность, что наше министерство культуры, наше правительство обратило на это внимание. Что человек, имеющий ограничения в здоровье, должен пользоваться такими же видами услуги, как и со всеми наравне. Перед широкой публикой специальная библиотека распахнет двери 26 января. Жители и гостей Хакасии приглашают на музыкально-творческий вечер, посвященный Владимиру Высоцкому. Оскар Артемонов, Владислав Пустовойт, РТС. Целый набор полных комплектов. Легкоатлеты из Хакасии завоевали 13 золотых, серебряных и бронзовых медалей на чемпионате и первенстве Сибири. Турнир проходил в Иркутске. Соперники около 600 юношей и девушек из Бурятии, Новосибирской, Томской, Омской и Кемеровской областей, Красноярского, Алтайского и Забайкальского краев. Однако наши земляки проявили характер и победили почти во всех дисциплинах. Это бег на различные дистанции, прыжки в длину и высоту, тройной прыжок. О событиях в республике можно узнать и в интернете на сайте tvrts.ru, а также на сайте газеты Хакасия, газета19.ru. А я на этом с вами прощаюсь. Удачи! 18 марта 2018 года. Выборы президента Российской Федерации. Важен каждый голос.